Библейский портал экзегет.ру представляет народа, после чего будет восстановлен Иерусалим. Никто толком на самом деле не понимает, о чем идет речь. Мы в прошлый раз об этом говорили, но важнее скорее молитва Даниила, молитва покаянная прежде всего о том, что бедствия, постигшие Иерусалим и Иудею, это прежде всего следствие грехов их жителей. Ну а в 10 главе появляется у нас еще одно видение. Третий год правления Кира, царя Персии Даниила, или как его еще называли Балташацару, было неиспослано откровения. Вот книга как-то немножко хаотично движется по хронологии, появляется то один царь, то другой персидский, потому что от этого Вавилонский, не очень важно, какие конкретно цари. Здесь замысел истории, он не совпадает с хронологией истории. Вот есть мельтешения, цари, президенты, премьер-министры, ну они меняются, да, в разных странах разные. Но не в этом суть, суть в чем-то другом, и книга следует скорее логическому такому порядку. Так вот, было неиспослано откровение. Слово-то было о великой борьбе, и оно было истинно. Понял Даниил это откровение, его значение было раскрыто ему в видении. Вот такое как бы предисловие, да, еще одна глава. В то время я, Даниил, пребывал в глубокой печали уже три недели. Не ел я изысканных яс, ни мяса, ни вина в рот не брал, не прикасался благовониям, пока три недели не истекли. Не очень понятно почему, но в прошлой главе мы говорили о, читали о его скорби по поводу разрушения Иерусалима, наверное, связано с этим, да. Ну вот уже Персидская империя сменила Вавилонскую, а Иерусалим все еще разрушен. Что же произойдет дальше? «В 24-й день первого месяца был я на берегу Великой реки Тигр». Интересно, вот такие точные датировки, какие-то важные для него события, значит. «Подняв глаза, увидел я некоего мужа. На нем были льняные одежды и пояс из чистого золота». Ну, то есть не просто дяденька гуляет по берегу, а явное видение, явно некий ангел. Льняные одежды, кстати, признак скорее священный, да, потому что лен особо чистой одежды, и вот, как правило, одевали шерсть в повседневной жизни, а лен это было такое одеяние, тем более пояс из чистого золота. «Тело его светилось, как топаз, лицо его, как молния, глаза горели ярко, как светильники, а руки и ноги его блестели, словно начищенная бронза. Когда же он говорил, то голос его был подобен шуму войска». Ну, понятно, что явление ангела. «Только я, Даниил, видел это видение. Те люди, что были со мной, не видели его, их охватил такой страх, что они разбежались и попрятались. Поэтому я один созерцал это великое видение. Силы покинули меня, от бодрости ничего не осталось в одневожении, я едва стоял на ногах, пытался вслушаться в слова и выпал на землю и лежал в беспамятстве лицом к земле». Вот нередко в пороческих книгах это описание встречи с ангелом, встречи с видением, как полного шока, когда человек теряет способность соображать, грубо говоря, он весь становится вниманием, и все равно его не хватает. Вот может быть, чтобы еще раз подчеркнуть этот масштаб несопоставимый, да, того, что человек вместить откровение не может. То, что доходит до нас, это лишь слабые его тени. «Тут прикоснулась ко мне рука и помогла подняться. Я встал на колени, опираясь руками о землю». Видите, вот даже не совсем поднялся, а по-прежнему в позе поклонения только, может быть, чуть-чуть выше. «И ангел сказал мне, Даниил, ты избран, и ныне я послан к тебе, поэтому встань на ноги и вникни в слова, которые я скажу тебе». Он проговорил это, и я поднялся дрожа. То есть еще уговаривать встать надо. Вот человек, сталкиваясь с этим священным, он в трепете, в ужасе, в неспособности его воспринять. «Не бойся», Даниил продолжал очень часто, кстати, обращение к человеку со стороны высших сил начинается со слова «не бойся». Самое главное – страх, что нам мешает к этому приблизиться. И здесь это очень хорошо описано. «С того самого дня, как ты решился рискать объяснение того, что было показано, и начал смирять себя пред Богом своим, твои слова были услышаны. В ответ на молитву я и пришел к тебе». То есть, смотрите, он пытается понять свое видение, и его способ понимания – это прежде всего пост, смирение – это прежде всего умоление себя перед Богом. А вот дальше очень странные слова. «Владыка персидского царства противостоял мне 21 день, но Михаил, первый из верховных владык, пришел мне на помощь, когда я оставлен был с царями Персии». Это что такое? Это ангел борется с царями Персии? Может быть, владыка персидского царства – это на самом деле ангел, который за персов. Вот было такое представление, что у каждого народа есть свой ангел. Ну, вот у нас обычно говорят, у человека ангел-хранитель. Но здесь и у народов. Причем, видите, Гавриил, как некий посланник Бога, борется с персидским ангелом. А разве не все по воле Божьей? Давайте дальше почитаем, чтобы понять. «И вот я здесь, чтобы разъяснить тебе, что будет с народом твоим в последние дни, потому что видение – это о днях грядущих». То есть, смотрите, да, может быть, какие-то вещи, которые происходят здесь сейчас, решены, но есть дальняя перспектива. И в этой дальней перспективе может произойти что-то совсем неожиданное. Когда он сказал мне это, я опустил глаза и не мог вымолвить ни слова. Тут некто, похожий на человека, коснулся моих уст, я обрел дар речи и сказал стоявшему предо мной, «Господин мой, видение это вызвало во мне страдания, и силы оставили меня. Как мне, твоему рабу, говорить с господином моим? Ведь я совсем обессилел и едва дышу». И опять некто, похожий на человека, прикоснулся ко мне и ободрил меня. «Не бойся», – сказал он, «мир тебе избранный. Мужайся, крепись». При его словах я почувствовал, прилив силы смог сказать ему, «Говори, господин мой, ты даровал мне силы». То есть, смотрите, даже способность слушать его оставила в таком обморочном состоянии, что даже вот и выслушать-то толком не может. И для этого нужно вот его укрепить. То есть, эта книга всячески подчеркивает, насколько человеческий масштаб несравним с божественным, с ангельским. Насколько даже этот замечательный пророк Даниил, насколько он слаб, насколько он несоразмерен той вести, которую он весь несет. На это он ответил мне. «Теперь ты знаешь, зачем я пришел, не так ли? Конечно, я должен сейчас же вернуться, чтобы бороться с царем Персия. Когда я уйду, царь Греции не замедлят явиться. Но прежде я поведаю тебе о том, что начертано в книге истины. Никто не поддерживает меня в борьбе с ними, кроме Михаила, владыки вашего». Что же, до меня я поддерживал и защищал его в первый год правления Дария Медийского. Смотрите, борьба ангелов. Ангелы борются друг с другом, причем этот Гавриил, посланник Бога, борется с персами, с греками. И Михаил, как ангел, очевидно, еврейского народа, каким-то образом приходит ему на помощь. Некоторые загадочные мистерии. Вот мы здесь думаем, что, знаете, государства соперничают, иногда воюют, иногда мирно соперничают. Оказывается, некая духовная борьба. И мир построен гораздо более сложно, чем мы думали. Вот Бог сказал, и оно сделалось. Нет, а есть разные какие-то силы, и они вступают в какие-то очень сложные отношения. Так вот это все было предисловие. А, собственно, смысл пойдет в 11 главе, наверное, самой сложной главе этой книги. И зачем это предисловие нужно? Вот, мне кажется, ровно для того, чтобы показать, насколько человек мал, насколько немного он способен понять из того откровения, которое он получает. Чтобы мы не думали, вот книга Даниила, а в ней все написано. Даниил же все это увидел, рассказал нам, но мы и знаем все. Да он услышать-то это едва был способен, а уж, чтобы понять это, тем более. Ну, в 11 главе узнаем, что, собственно, имеется в виду.